Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Предлагаю сегодня ответы на ваши вопросы. Их два по поводу соединения мотивов и по поводу того, почему у вас такие гладенькие, красивенькие, значит, мотивы. А у меня они кургузенькие, у меня тоже кургузенькие. Итак, погнали! Первый вопрос о соединении. Таня, я уже связала все мотивы, как у вас, как вы будете соединять. Я ссылку дала на видео, где я соединяю, значит, мотивы. Ой, там у вас другой плед, а вот именно этот как будете соединять. Никакой разницы. Там бабушкин квадраты были цветные, здесь такие мотивы. Никакой разницы. Пожалуйста, покажите. Показываю. Значит, вы выбираете два мотива, какие вы будете соединять. Конечно, может быть, вы перед этим все нарисуете, как так называемый технический рисунок. У меня в этом пледе будет все шло, как шло, так и брело. Поэтому я буду соединять, ну, в творческом полете, как и вязала. Вы для себя решите шов. Ну, я соединяю крючком, кто-то соединяет иглой, тогда шов незаметен. Если речь идет именно о крючке, то вы решите шов, который будет образовываться. Вы хотите на изнанку или на лицо. Я хочу, чтобы он был на изнаночной стороне. Почему-то каждый раз собираюсь вязать, соединять, чтобы это все было на лицевой стороне, но в последний момент решаю на изнаночной. Именно поэтому я квадраты соединяю лицом друг к другу. Вот именно лицом друг к другу я соединяю, и меня интересует, значит, то место, откуда мы будем соединять. На квадратиках. И, соответственно, если вы хотите, чтобы ваш шов выходил на лицо, соедините квадратики, пожалуйста, изнаночными, да, сторонками друг к другу. В квадратиках, как я уже говорила, в некоторых, не во всех, я теперь оставляю такие балабушки. Сколько оставлять, Татьяна мне пишет? Я не знаю. Видите, в этот раз оставила и неправильно оставила. Мне не хватает половинку. Ну, значит, буду оставлять больше. Я не всегда, у меня все на глазок, такие вопросы мне задавать не очень, в общем-то, толково, что ли. Но, тем не менее, я теперь буду, я так вот раньше на пальцы наматывала 12 раз, сейчас буду где-то раз 15-16 наматывать, а 8 хватит. И вот эти балабушки позволяют, не на всех, у меня будет 30 квадратов, и на 15 я буду делать такие балабушки, на, допустим, других нет, на других буду оставлять маленькие такие вот хвостики, потому что мне достаточно, если 15 будет, то мне достаточно соединить 30 квадратов. На всех оставлять это, ну, лишнее, что ли. Значит, если вы их не оставляли, ничего страшного, просто у вас будет узелочка чуть побольше, чем могло бы быть. Я как-то меня вот осенило, оставлять такие штучки. И я беру квадратик с такой штучкой и квадратик без такой штучки, лицом друг к другу, вот, допустим, это у меня стирно, сейчас мы перейдем на второй пункт сегодняшнего нашего видео, будет лицом друг к другу. Вот, распускаю эту балабушечку и начинаю соединять. Чтобы соединить, мне нужны вот эти кромочные. Кстати, квадратики могут смотреться не одинакового размера, потому что вязки мы применяем разные, но по количеству петель при наборном рядочке они совершенно у нас одинаковые. Вот эти петельки мне нужны крайние, и вот эти петельки мне нужны крайние. При разном рисунке они могут разворачиваться удобной стороной, кто мне удобный, но их всегда видно. Вот, пожалуйста, они очень хорошо заметны. Теперь вы уж, пожалуйста, тоже для себя. Крючок я беру номером поменьше. Соединять этим же номером крючка лично мне не очень удобно. Я вяжу спицами номер 4, соединяю... Ну, тройку не нашла, соединяю двойка с половиной, но она там как троечка такая. Крючочек тоже золамидовый, как плед. Значит, я буду подхватывать... За штативом неудобно, очень просто. Буду подхватывать полностью галочку на одной стороне. Спасибо, дорогой. И полностью... Почему я это подчеркиваю? Галочку на другой стороне. Потому что это будет один рисунок. Если вы решите, что одну сторону вы оставите в покое и не будете трогать так сейчас. То есть, захватите только за одну сторону. И с этой стороны вы захватите только за одну сторонку. То, соответственно, другие стороны, они будут выходить на лицо рисунком. Попробуйте, пожалуйста, как вам нравится. Это только дело вкуса. Я буду захватывать за обе стороны. Захватила одну галочку на одной стороне. И строго, не пропуская ничего, другую галочку на противоположной стороне. Петелечка в петелечке. Их всего 52. 50 в работе. Две крайних. Я захватываю. И потом я буду соединять столбиками без накида. Можно соединять полустолбиками. Так будет меньше пряжи уходить. И кто-то любит именно полустолбиками. Сейчас покажу. Вот, захватили. Взяли ниточку. Взяли ниточку и сразу протянули. Я так не хочу. Так, сейчас еще раз. Я буду именно столбиками без накида. Взяла и вот так еще раз подхватила. Потому что шов, который получается, вот этот вот шовчик, он мне не просто не мешает, он мне нужен. Я до последнего хотела его еще располагать на лицевой стороне. При полустолбиках возьмите, пожалуйста, и проэкспериментируйте, как вам больше нравится. Так или эдак. Мне нравится вот так. Он потом сравняется, уваляется. Но тем не менее, мне нужен. Итак, я буду соединять за обе стенки столбиками без накида. Одна стеночка, вторая стеночка. Столбик без накида. Это что касается соединения. Еще раз говорю, возьмете за другие стенки, у вас с лицевой стороны получится другая картина. Видите, у меня с лицевой стороны просто соединение. У вас же здесь будут ярко выраженные две дорожки. Потому что вот этим сторонкам деваться некуда. И вот эти части петель, они будут стыковаться друг с другом. И будет очень-очень неплохо. Вот за эти вы будете соединять. А вот эти будут красиво-красиво, ну, вот здесь проходить. На каком пледе-то у меня был? На детском голубом, по-моему, пледе я ставлю или окошечко, или ссылку, или окно в конце видео. Там я захватывала за одну стеночку. Тоже красиво, кому как. Вот таким образом я буду соединять свои квадратики. У меня вообще плед без заморочек. Это первый был вопрос. Второй вопрос. Второй вопрос. Тань, какие у вас хорошенькие, гладенькие, ровненькие квадратики? Почему у меня такие кургузы? Отвечаю. Потому что я свои немножечко постирала. А как? А я боюсь. Я начинающая и так далее. Девчата, вот это боюсь у меня начинает немножко... Мне кажется, у каждой рукодельницы есть за спиной, за плечами некая история, когда мы что-то испортили. Или неважно, обстиркой ли, утюгом ли, еще чем-то, просто не поняв, как что-то вяжется. Своё боюсь. Убирайте. Если вы начинающая и хотите, в общем-то, не просто начать, но идти вперед в рукоделии, пожалуйста, действуйте. Конечно, надо все продумать. Вы знаете, например, что это шерсть, не надо в горячую воду. Это само собой. Но что бояться? Постирать мотив. Вот этого я не пойму. Надо взять водичку. Ну, я просто раковину там, я уже сейчас не стала в ванной, там освещение хуже, чем здесь. Представить, что вы баскетболисты. Отойти на расстоянии 5 метров, запоминаете, если нет, записывайте. Отойти на расстоянии 5 метров и снайперски бросить мотив в воду. Если не получится с первого раза, нужно, ну, максимум 5 попыток. После этого нужно просто оставить мотивчик в покое на какое-то время. Когда я буду стирать уже готовый плед, это время будет измеряться конкретными минутами. Сейчас же мне нужно просто расправить мотив, поэтому я оставляю на считанные секунды. Ну, маленько поболакала. Вот абсолютно без затей. Ничего с ним не делая, полюбовавшись, сказав, какая я молодец и так далее. Ну, вот ничего абсолютно не делая с этим мотивом, я его выполаскиваю. Очень часто я только намочила и высушила. Это так уж вот, если как-то придется к случаю, я пеночкой. А так, сам мотив для того, чтобы, мол, пряменький, достаточно намочить и высушить. Выполаскивайте изделие до чистой воды, с ленорчиком, с песнями, плясками, с бубнами. Я буду, когда будет плед готов. А сейчас просто вот немножечко после мыльной водицы в такой, в простой водице поболтыхать и все. Выкручивать не надо. Просто взяли и слегка, ну, просто вот, ну, очень даже слегка отжали. Все, мы молодцы. Готово. Дальше идет процедура очень любимая любыми вязанными изделиями. Они прям вот, кто вяжет, уже тоже ведь умеет разговаривать, уже потихоньку начинать. Здесь не особо паримся для того, чтобы расправить. Но все-таки не вот каким-то кусочком, кусочком мы. Значит, в любом направлении это не имеет значения. Просто мне вопросы задают по миллиметрам. Проще относитесь ко всему. Чик-чик и все. И когда основную влагу, да, изделие уже отдает полотенчику, самое время на горизонтальной поверхности. Я не люблю вот на сушилках перегибать еще чего-то. Это, конечно, неудобно, особенно большие изделия. Но уж малявочка можно найти местечко, чтобы как-то чуть-чуть, чуть-чуть, в общем-то, разместить. Я беру мотивчик и вот здесь уже аккуратненько-аккуратненько, так штатив мне аккуратненько-аккуратненько не позволит это сделать. Вот эта балабушка, она, конечно, мешается, но тем не менее она очень-очень будет нужна. Мы сокращаем количество узелков. Я об этом уже говорила. Если вы не нравятся, мешаются, конечно, уберите. Потянуть и в одну сторону, потянуть и в другую сторону. Если нужно, чтобы высохло как можно быстрее этот, значит, образец, то я еще сверху могу накрыть полотенчиком и подержать несколько минут, чтобы влагу еще мотивчик отдал и прижался больше, как блин, еще что-то. Абсолютно я и носки так, и все-все-все. Но здесь тоненькая шерсть, она сохнет очень быстро, и все вот эти манипуляции, накрыть сверху полотенцем, еще что-то, они, ну, лишние. Лишних манипуляций я делать не люблю. Поэтому, по большому счету, все. Пройдет буквально несколько часов, и этот мотивчик будет сухим. Если это какое-то такое огромное плечевое изделие, то я меняю. Очень часто я меняю вот именно на чем лежит. Но так как это у меня старый пододеяльничек, он многослойный, помощничек мой такой, ну, я не знаю, я обычно на ночь сколько навязала там за день накладываю, и на утро они уже совершенно сухие, без каких-то лишних цвет меняется, почему-то прям как солнышко стало. Вот все, вот все. Ну, а для тех, кто не понял, что это было, да, просмотрев все, что я протараторила, я оставлю ссылку на два видео, где мы вяжем плед, плед медовый, а точнее деревенский горчичный мед. В надежде, что это видео было кому-то интересным, я благодарю всех за внимание и говорю, до новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!